здравствуйте с вами как всегда евгения 2 сайт маг эксперт орг и сегодня у нас с вами календарь ленорман на март 2017 года давайте вместе посмотрим каким этот месяц может быть для нас разберем каждый день основные его тенденции и сможем тогда спланировать наши дела более качественно и продуктивно ну что ж давайте приступим и так март месяц у нас начинается со среды среда управляется планетой меркурий это планета интеллекта и предприимчивости можно сказать хитрости а заканчивается у нас март в пятницу а пятница управляется венерой планеты красоты и женственности если вы в этом месяце соедините меркурианские качества и венерианские вы достигнете большего успеха более того смотрите у нас март начинается на растущей фазе луны и растущая фаза продлится вплоть до 14 15 числа то есть до середины месяца а на растущей луне нужно открывать что-то новое начинать новые проекты что-то покупать приобретать то чем вы хотите пользоваться долго а на убывающей фазе которая продлится с 15 числа вплоть до 28 вот на убывающей фазе лучше начинать диету или допустим какую-то генеральную уборку в доме избавляться от какого-то хлама ненужных вещей даже ненужных отношений в конце концов то есть на растущей луне мы что-то приобретаем чем хотим дорожить долго и пользоваться успешно а на убывающей фазе мы делаем то чего мы хотим избавиться или что мы хотим завершить закончить вот возьмите для себя такое правило и используйте его в своей жизни тогда вы не прогадаете ну а теперь давайте посмотрим каким же по ленорман каждый день начиная с первого числа и заканчивая тридцать первым первый день 1 марта у нас здесь выпала карта совы совы это хороший день для общения и переговоров в этот день желательно налаживать партнерские взаимоотношения вести какие-то может быть дискуссии о чем-то договариваться или о чем-то спорить но спорить в виде диспута а не конфликта также этот день связан с колебаниями и сомнениями если вы если вам нужно сделать выбор принять какое-то важное решение может быть лучше его отложить на другой день и не принимать его именно в день сов дальше у нас второе число второе марта и здесь мы видим карту звезды звезды это хороший день для осуществления своих желаний каких-то давних намерений в общем то о чем вы мечтали звезды в общем будут вам давать возможности и шансы это исполнить и и в этот день я обычно рекомендую садиться с листом бумаги брать ручку или карантаж в руки и записывать на этой бумаге свои планы на будущее и увидите большая часть из них реализуется но также можете просто загадывать какие-то желания и проводить какие-то ритуалы с этим связанные это тоже может сработать в работе могут открыться новые возможности для вас в этот день а также в любви тоже появятся какие-то новые шансы и перспективы что касается третьего числа 3 марта то здесь у нас выпала карта сад сад это общество это социум в этот день не сидите дома выходите в люди вращайтесь в каких-то важных для вас кругах знакомьтесь устанавливайте контакты налаживайте связи заявляйте о себе а также в этот день можно просто отдыхать развлекаться и делать это более активно нежели пассивно дальше у нас 4 марта и здесь мы видим карту клевер клевер это карта везения вот такого халяв на попростите за выражение везения когда вам судьба дает какие-то новые возможности подбрасывает какие-то новые шансы главное их вовремя замечать и вовремя ими пользоваться будьте внимательны к деталям в этот день и вы будете удачливы что касается пятого числа это воскресенье здесь у нас выпала карта аисты этот день посвятите своим родным и близким своей семье потому что аисты это самая-то семей это одна из самых семейных карт в колоде ленорман более того если вы запланировали на этот день какую-то поездку путешествие особенно если это какой-то полет на самолете то можете совершить такую поездку она будет удачной также для некоторых аисты это символ детей соответственно посвятите это время своим детям а если вы планируете зачатие ребенка то тоже хороший день для того чтобы собственно говоря этим заняться но давайте двигаться дальше дальше у нас неделя начинается с понедельника и понедельник судя по всему будет день тяжелый это шестое число и тут у нас выпала карта крест карта крест обычно говорит о каких-то испытаниях о каких-то трудностях о каких-то жизненных экзаменах которые вам нужно будет проходить преодолевать и доказывать на что вы способны также этот день можно посвятить духовности то есть духовным практикам каким-то или религии которой вы принадлежите сходите в храм прочитать молитву помедитируйте все зависит от того какому богу вы молитесь собственно говоря вот но этот день можно действительно посвятить духовным вопросам вторник вторник это у нас седьмое число и здесь у нас выпала карта кольцо этот день принадлежит отношениям причем как любовным отношениям брачным отношениям так и деловым отношениям то есть на этот день планируйте либо какие-то альянсы какие-то объединения соединения с другими людьми подписывайте договоры заключайте сделки они обещают быть удачными дальше выпала карта солнце а это у нас среда это восьмое число солнце считается самым успешным днем в календаре ленорман и это действительно карта успеха благополучия и процветания в этот день светите ярко как солнышко привлекайте к себе внимание заявляйте о своих талантах проявляйте творчество и будет вам счастье дальше четверг 9 число книга ну книга сама по себе говорит о каких-то тайнах о каких-то секретах которые вам не нужно выносить на суд общественности в этот день придержите свои тайны при себе и чужие тайны тоже никому не рассказывайте также книга также книга может просто обозначать что в этот день лучше почитать какую-то книжечку или позалипать в интернете посерфить какие-то сайты может быть попереписываться с кем-то в социальных сетях что-то посмотреть, поизучать ну или эта карта может говорить о том что в этот день нужно заняться обработкой какой-то документации или оформлением каких-то документов ну также можете начать некое обучение посетить какие-то курсы или приобрести какие-то курсы через интернет и начать чему-то учиться следующий день пятница это у нас уже 10 число и на 10 число выпала карта гора гора обычно признак препятствий на вашем пути это когда вы что-то хотите осуществить что-то хотите сделать а дело не идет то одна причина, то другая, то третья возникает и вам кажется задуманное просто какой-то непреодолимой горой Эвереста который, чтобы покорить, нужно очень много сил затратить я по этой карте обычно говорю делите ваши задачи на маленькие кусочки не пытайтесь есть слона целиком также гора может говорить о том что вы можете быть слишком упрямый и консервативный в этот день вам может просто не доставать гибкости в общении с другими и еще, конечно же, гора может обозначать заграницу то есть какие-то ваши дела какие-то ваши интересы могут быть связаны с заграницей теперь давайте посмотрим а что у нас в субботу 11 числа здесь у нас выпала карта гроб когда я вижу эту карту я рекомендую отсидеться дома а даже не отсидеться, а отлежаться дома ничего не делать, ничего не предпринимать ничего не начинать а просто отдохнуть и накопить силу также этот день может быть опасен в плане здоровья так как гроб это одна из карт болезни поэтому будьте особо внимательны к своему здоровью в этот день следующий день воскресенье это у нас 12 число и воскресенье у нас леса леса это символ хитрости и обмана так что будьте аккуратны в этот день не поддавайтесь обольщению каких-то посторонних людей или людей, которых вы хорошо знаете но которые с вами нечестны сами можете конечно прибегнуть к каким-то хитростям и уловкам для достижения своих каких-то корыстных целей но леса это не только хитрость и обман это еще и хорошая карта для коммерческой деятельности то есть купи-продай и также хорошая карта для рекламы, маркетинга презентации себя создание нового имиджа и для карьеры хоть это и воскресенье но многие люди и по воскресеньям работают поэтому вот вам судьба дает возможности, шансы пользуйтесь моментом следующая неделя 13 число это понедельник и здесь мы видим карту корабль корабль говорит о хорошем течении дел вам сопутствует попутный ветер и когда мы видим корабль это успех в коммерческих опять же делах в деловых вопросах в карьерных вопросах если вы хотите заключить какую-то сделку то тоже очень хорошо когда выпадает эта карта но и также это хорошая карта для поездок, путешествий но еще разумеется эта карта хороша для покупки, приобретения транспортных средств или допустим каких-то сделок связанных так или иначе с транспортными средствами теперь давайте посмотрим вторник а вторник это у нас как раз таки полная луна практически и здесь мы видим карту ключ карта ключ это карта принятия важных жизненных решений вот если я по карте совы говорила не принимайте в этот день решений отложите их на потом так вот тот день, когда эти решения нужно будет принять и они будут правильными они будут качественными в этот день вы можете найти выход из сложной ситуации если вы в нее попали ранее в этот день вы можете принять решение которое откроет перед вами новые возможности ну конечно же карта ключ говорит о том что вам нужно проявлять инициативу всячески дальше в среду это пятнадцатое число выпала карта метла в этот день скорее всего придется много мотаться много суетиться много работать много говорить много общаться наводить порядки причем это может быть как уборка в помещении в котором вы живете или работаете так и уборка в голове то есть расставление ваших мыслей планов, надежд по нужным полочкам и расставление всех точечек над И и над Йо как я это люблю называть но карта метла часто говорит о конфликтности и этот день с повышенной конфликтностью избегайте ссор и выяснений отношений применяйте их только конструктивно если вам нужно принять какое-то важное для себя решение без обсуждения, бурного обсуждения обойтись невозможно дальше у нас выпала карта собака это у нас четверг и это у нас уже 16 число в этот день лучше всего этот день лучше всего посвятить своим друзьям или коллегам по работе или непосредственно самой работе и служению так как эта карта символ дружбы постоянства и преданности верности дальше мы видим карту башня она выпала на пятницу а это у нас 17 марта башня хорошая карта для работы для карьеры для решения вопросов в официальных учреждениях государственных каких-то может быть учреждениях потому что башня это казенный дом по большому счету но вот в плане личных отношений карта не очень хороша поэтому в этот день лучше не стройте новых отношений то есть не начинайте новые отношения или же просто побудьте наедине с самим собой чтобы разобраться в себе и не пытайтесь в этот день найти какую-то душевную близость с другими людьми тогда все будет окей дальше у нас суббота на субботу 18 число выпала карта лилии лилии это карта семейственности гармонии, красоты, хорошего вкуса высокого статусного положения и поэтому в этот день лучше заняться какими-то благородными делами такими как благотворительность, например или меценатство также это хороший день для того чтобы посвятить его семье, интимной жизни и конечно же эта карта символ того что может быть какой-то праздник, торжество или же вы можете просто заняться собой своей красотой или наведением красоты в том доме или помещении, где вы живете или работаете двигаемся дальше дальше у нас воскресенье и на воскресенье 19 число выпала карта коса а коса это символ опасности прежде всего поэтому будьте пожалуйста внимательны в этот день лишний раз не рискуйте конечно же можете посетить в этот день стоматолога или косметолога или парикмахера это может заменить влияние карты косы на менее травматичное а также коса может просто обозначать что в этот день вам придется много работать много работать, трудиться и может быть в этот день велика вероятность разрыва каких-то важных для вас отношений которые вы можете воспринять слишком болезненно дальше у нас новая неделя начинается и это у нас 20 марта и на понедельник у нас выпала карта дерево дерево это символ здоровья жизненных сил и когда выпадает эта карта обычно рекомендуют обратить внимание на свое здоровье заняться вопросами своего оздоровления укрепления иммунитета и начало здорового образа жизни если вы надумали какие-то очистительные практики на убывающей луне сделать начать диету начните это с понедельника будет действительно эффективно также дерево это карта родовая это родовое древо и она показывает, что этот день тоже можно посвятить своим близким, родственникам или заниматься вопросами рода продления рода в том числе дальше у нас вторник 21 число здесь у нас выпала карта луна луна показывает прежде всего нестабильность особенно психологическую нестабильность эмоциональную нестабильность могут часто меняться настроения в этот день тоже нежелательно принимать какие-то важные решения под эмоциями естественно лучше этот день посвятить самоанализу саморефлексии и общению с близкими родственниками особенно с мамой кстати хороший день для того чтобы получить признание в профессии в профессиональном плане след а и еще это тоже хороший день для беременности для решения вопросов связанных с рождением детей следующий день среда среда у нас это 22 марта и на этот день у нас выпала карта сердце ну сердце это карта любви прежде всего в этот день хорошо признаваться в любви говорить красивые слова совершать красивые поступки для своих любимых возлюбленных но в этот день желательно все-таки беречь сердце сердечно-сосудистую систему день может быть очень-очень насыщенный в эмоциональном плане то есть много эмоций и не всегда они позитивны могут быть дальше у нас четверг на четверг у нас выпала карта змея это 23 марта змея это прежде всего для женщин соперница для мужчин какая-то другая женщина которая может проявлять к ним сексуальный интерес и они тоже могут воспылать страстью но змея надо помнить о том что это еще один символ опасности и врагов какого-то удара и предательства поэтому в этот день нужно быть осторожным аккуратным также змея это символ целительства целительских практик всевозможных и если вы заинтересованы в поиске врачебной помощи пожалуйста обращайтесь к врачу в этот день особенно если это будет женщина такое лечение будет для вас более эффективно также змея это мудрость и интуиция пользуйтесь своей мудростью прислушивайтесь к своей интуиции и в этот день можно совершать какие-то ритуалы магические оккультные это тоже будет весьма и весьма эффективно работать дальше у нас пятница на пятницу выпала карта якоря якорь это символ работы в этот день лучше потрудиться поработать изрядно заложить какой-то фундамент для будущего и якорь это консерватизм отсутствие гибкости в принятии решений это тоже упрямство но и исполнение каких-то ваших надежд особенно если эти надежды связаны с вашей профессиональной деятельностью на 25 марта а это суббота выпала карта дом в этот день лучше посидеть дома посвятить время своей семье своим родным, близким людям своему самому ближайшему окружению или заняться вопросами связанными с недвижимостью дальше мы видим в воскресенье карту рыбы и эта карта выпала на 26 марта а рыбы это деньги это может быть очень удачный день для каких-то финансовых операций вы можете получить в этот день прибыль ну или же сами можете в этот день изрядно потратиться я надеюсь что эти инвестиции будут для вас успешными и благоприятными дальше у нас новая неделя начинается начинается она с 27 марта и на этот день выпала карта письмо письмо это известие новости какие-то вас ожидают письма телеграммы сообщения смс и прочее 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 какие-то сообщения письмо это также документы которые может быть вам нужно будет оформлять в этот день и конечно же это новые знакомства общение коммуникаций и да эта карта также связана с деньгами все финансовые операции могут тоже быть весьма успешны в этот день дальше у нас 28 марта вторник и на этот день выпала карта мужчины хороший день для мужчин для каких-то мужских занятий мужских дел для самореализации ну и для женщин тоже день хороший если они хотят с кем-то познакомиться найти своего мужчину и если такой мужчина уже есть в вашем окружении то есть вы уже нашли свою вторую половину то посвятите этот день ему следующий день 29 марта это среда и здесь мы видим карту всадника всадник это новые какие-то начинания тем более что это уже тем более что это уже растущая фаза луны начинается и в этот день я рекомендую новые проекты какие-то начинать новые знакомства могут быть весьма благоприятны какие-то инициативы могут привести к благоприятным переменам в жизни также это тоже новости известия какие-то сообщения коммуникации контакты и поездки разумеется поездки тоже планируете на этот день поскольку всадник всегда связан с путешествиями и перемещениями в пространстве и если вы планируете покупку продажу авто тоже этот день весьма подходящий для этого следующий день это у нас четверг тридцатая марта и вот здесь мы видим карту букет букет это у нас карта праздника процветания радости какой-то подарков комплиментов внимания женственности красоты торжеств и этот день конечно же лучше тоже знакомиться с кем-то ходить на свидания посвятить это время шоппингу или посещению там не знаю косметолога визажиста купить себе какое-нибудь красивое платье и принимать комплименты вот для этого создан день когда выпадает букет ну и наконец у нас тридцать первое марта здесь у нас выпала карта медведь и медведь это хороший день для того чтобы получить какую-то прибыль начать какой-то бизнес обращаться к властьимущим людям заручаться протекцией поддержкой вышестоящих занимать руководящую должность но для мужчин это еще и день соперника в этот день мужчины могут посоперничать с другими мужчинами ну что ж друзья мои вот такой у меня получился прогноз на март 2017 года на каждый день мы получили какие-то инструкции с вами что благоприятно а что может быть не очень и уже можем этот месяц планировать более грамотно и прожить его более эффективно чего я вам искренне желаю на этом заканчиваю видео но с вами не прощаюсь встретимся в следующем видеосюжете а пока пока если вы хотите получить личную консультацию у Евгения Таро то вам необходимо зайти на сайт маг эксперт точка орг зайти во вкладочку меню услуги или же ликбез для клиентов здесь вы увидите инструкцию довольно подробную о том как заказать консультацию в начале идет краткая информация обо мне кто я что я какое у меня образование какой опыт дальше идет предупреждение о том что все заявки принимаются только на имейл в социальных сетях заявки не рассматриваются на данное время и далее идет по пунктам пошагово четкая инструкция как составить заявочку вы можете ее написать от себя можете просто заполнить эту форму указав все необходимые данные в конце этой формы вы видите цены и какие расклады сколько времени будет длиться видеоотчет позволят вам сориентироваться в том сколько может стоить ваша консультация дальше идет продолжение инструкции и указание стоимости раскладов более подробно в конце указаны самые удобные и самые актуальные на сегодняшний день способы оплаты для разных стран для России для жителей Украины для жителей Казахстана и для жителей всего остального мира Израиля Германии Европы в целом США и других стран с уважением ваше Евгения Тару